Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. А жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Всё больше задач, всё больше забот. С любыми задачами сможем мы справиться. Ведь есть наш завод. Кирпичный завод. Кировский кирпичный завод. Стройте свою жизнь. С нами Луганская, 59. Телефон 761-500. О, Таговый дом, Кировский кирпичный завод. Киров, улица Луганская, 59. Уграян, 114-43-450-17-541. «Особое мнение» на 101FM. В Кирове 1307 начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лупшина, приветствую слушателей. Говорю, здравствуйте. Гостью нашей студии Азизу Агаеву, директору аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа». Азиз Алиевич, добрый день. Здрасте. Напоминаю слушателям, что вопросы гостю можно задавать на нашем сайте хакирова.ру в форме анонсов. Мы следим, будем зачитывать по ходу эфира. Там же на сайте хакирова.ру вы можете найти аудио-видеозапись сегодняшней программы, ну и распечатку, расшифровку, так скажем, нашей беседы с Азизом Агаевым. Но это уже чуть попозже, не сегодня, может быть, завтра, послезавтра. Я предлагаю Азизу Алиевичу все-таки начать с небольших таких федеральных тем, потом мы к кировским перейдем. Ну вот то, что волнует всех, и люди не понимают. Я вижу, что пишут мои коллеги в социальных сетях, рубль то падает, то растет. Сегодня растет, слава богу. На завтра курс я посмотрела примерно на 2 рубля повыше, так скажем, укрепился рубль чуть-чуть. 66.75 вроде бы с 15.08 по итогам торгов. Ну и евро, соответственно, 76 копейками. Но, тем не менее, доллар под 70. Что происходит? Ну, у нас эксперты, экономисты говорят, с чем это связано. То есть санкционные списки США. Вчера, насколько я помню, там утвержден очередной оборонный бюджет США. Много-много-много всего. Международная напряженность. А в России люди не знают, куда бежать. Менять рубли на доллары или сидеть тихо? Ну, собственно говоря, все эти качели с валютой, они прежде всего выгодны. И на них зарабатывают те, у кого много валюты. Вы спекулянтов имеете в виду или государство? Давайте вот так. Я имею в виду те, у кого много валюты. То есть кто имеет возможность оперировать большим количеством валюты. То есть просто обычный человек, который вот он сейчас побежит, купит. Вот смотрите, если бы вы вчера купили валюту, а сегодня бы решили как бы его продать. Мы еще не знаем, что будет к первому сентября. Хотя прогнозы там есть, что в сентябре и 70 может быть, а в октябре и еще больше и так далее. А может и не быть. А может и не быть, потому что курс валюты, на самом деле, мы по всем событиям можем видеть, что это вопрос не экономический, а вопрос политический. И по двум причинам. Первая причина, почему он политический, потому что при определенных условиях наши экономические власти, в принципе, могут увеличить курс рубля. Поддержать. Поддержать таким образом, что его как бы... То есть могут начать продавать валюту, покупать рубли. Могут начать продавать валюту, могут сказать тем, кто валюту покупает, так пацаны, значит, там стоять всем. Значит, кто не будет стоять, значит, ничего не будет, ни рублей, ни валюты. Рычаги есть. Да, рычаги есть. Это как бы первая причина. Вторая причина, значит, курс валюты на сегодняшний день, собственно говоря, никак не зависит от состояния экономики России. Или наоборот зависит, но мы же не видим каких-то резких изменений в экономике России. Ну, как у нас сегодня экономика зависит от ценно-сырьевых ресурсов. Экспорт углеводородов, да? Да, и чуть-чуть переработанные эти углеводороды, и не только углеводород, там металл, там еще чего-то там, да? Так он и будет зависеть. Ну, и если вот введут санкции в отношении металла, алюминия и так далее. Если мы не сможем продавать. Да, если мы не сможем продавать, значит, притока валюты не будет. А внутри страны, например, столько алюминия, там, по такой цене не продашь. Потому что экономику-то страны не развивали, чтобы она потребляла собственный алюминий, да? Все, ведь сразу давайте мы продадим. Это же, собственно говоря, такая политика имеет дальние корни, что мы вот продадим углеводороды, сырьевые ресурсы, и что захотим, то и купим. А вот в вопросе, что захотим, то и купим, и начинаются наши с вами проблемы. Потому что экспортируем мы в основном сырье, и бюджет наполняется преимущественно за счет того, что мы экспортируем сырьевые ресурсы. А импортируем-то уже... Высокие технологии. Если бы высокие технологии. Частично высокие технологии, да. Значит, если есть такие предприниматели, которые хотят такие, слава богу, пока еще есть, значит, построить хороший конкурентоспособный бизнес там, да, то да. А дальше мы импортируем там еще чего-нибудь, там, сисны, там, чего-нибудь, там, одевательные, значит, штучки какие-нибудь. Но это то, что на нижнем уровне пирамиды Маслова, да, самое-самое. Да, да, и при этом мы уже, как бы, импортируем-то эти вещи, там, типа, из Китая, там, из других, там, Бангаладеш, Пакистан, там, и так далее, и так далее. А ведь там рублем-то пока еще наши власти не договорились, что у нас будет, будем рассчитываться, минуя, как бы, доллары. Разговоры, как бы, уже тысячу лет идут. Я думаю, что вот Советский Союз более был продвинут в этом смысле, чем сегодняшняя Россия. Потому что там, видимо, люди больше думали, экономисты, да, там, там были так называемые, как они назывались, инвалютные рубли. Вот так они назывались. И инвалютные рубли использовались в расчетах со многими странами. И не больно Советскому Союзу, как бы, нужны были, нужна была в таком количестве там валют. Вот инвалютный рубль есть, вот он инвалютный, он на отдельном счете учитывался, там, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, механизмы и способы, там, и так далее, и так далее. И поэтому до тех пор, пока мы, получается, а, не развиваем свою экономику, и, б, и не думаем, как понизить нашу зависимость от доллара, не думаем, а только болтаем об этом, да, как обычно вот на уровне правительства, то один скажет, ля-ля-ля-ля-ля, бла-бла-бла. То другой, вот мы, вот мы думаем, там, ну вот думайте дальше. В общем, рубль пока не твердая валюта. Пока не твердая валюта. И не рассчитаться им нельзя, и опереться на свою экономику рубль пока не может. Людям что делать сейчас? Не бежать. Не бежать. Не бежать. Если не нужна валюта куда-нибудь. Они не знают, какой будет курс. На поездке еще куда-то. У них нет этой информации. Не бежать. Они не те, кто определяет этот курс рубля. И они не те, кто за счет этого курса или изменения его курса, субъективно или объективно, могут на этом выиграть. Хорошо. Сидим, сидим, ждем. Если, конечно, вы не разбираетесь в экономике настолько хорошо, чтобы понимать, что останетесь в выигрыше, а не в проигрыше. Еще одна вещь, которая меня, честно говоря, накануне очень сильно удивила, это при том, что мы сейчас говорим про российскую экономику и состояние ее не самое радужное, как вы говорите, это отчет вчерашний бывшего агентства ипотечного жилищного кредитования, сейчас ипотечный регулятор называется Дом РФ, о количестве взятых ипотечных кредитов в России. Газета «Известия» вчера приводила цифры, прогнозируется, что по итогам этого года объем ипотеки в России может вырасти до 3 триллионов рублей. В прошлом году по итогам года было 2, то есть рост в полтора раза примерно прогнозируется, люди активно идут, по итогам полугодия там чуть ли не 70% рост. Эксперты связывают со снижением ставки ипотечной и с тем, что было заявлено об ужесточении долевого строительства. И люди сейчас пытаются каким-то образом успеть до роста цен. Но мне-то кажется, что любой разумный человек должен понимать, что кредиты надо отдавать. И если экономика в не самом радужном положении, то, наверное, люди должны задумываться, как они будут это делать. Вот как коррелируется эта история с тем, что с экономикой вроде не все хорошо, и зарплаты вроде не у всех растут, и при этом рост такой взрывной ипотечных кредитов? Ну, нормально коррелируется. То есть поставьте себя на место обычного человека, которому исполнилось 22 года или 23, и вот он хочет жить, он влюбился там, вот он уже живет там девушкой или с мальчиком, неважно. И вот где-то уже там хотят детей, вот, и люди понимают, что жить на съемной квартире, в принципе, это затратно. Лучше, как бы, эти деньги платить за свое. Не платить за чужое, а платить за свое, да? Да, платить за свое. Вот, и они поэтому активно занимаются тем, что занимают у банков деньги на покупку жилья. Так. Вот, и здесь, конечно, свою роль сыграло снижение ставки, то есть оно стало, ну, скажем, любое снижение, это делает более доступным ипотечное кредитование. И где-то поддержка государства, там, определенных категорий тех или иных, там, да, где поддерживается, то ли региональными, то ли там федеральными. Я сейчас, как бы, точно этих программ не знаю, но я знаю, что они применялись, да? И понятно, что это делает еще более доступным. И, насколько я знаю, так, требования по предоставлению ипотечных займов, они чуть-чуть, как бы, стали помягче. Люди уже могут, там, те, кто раньше не допускался к получению займов, они тоже допускают сейчас к получению займов. Банки стали более лояльные, да, к займщикам? Ну, тому тоже есть причины, потому что, так как кредитование бизнеса, оно снижается, собственно говоря, потому что, ну, нету такого, сейчас такого количества бизнеса, которому можно было бы предоставить. И, более того, бизнес старается не брать кредиты под высоким. То есть, раньше банки зарабатывали на то, что давали деньги в кредит бизнесу, теперь они пытаются эту дыру закрыть потребителями, физическими лицами. Такая тенденция тоже есть. Вот, ну, судя по тому, с какими запросами, так или иначе, банки уже обращаются к бизнесу, вот, насколько я знаю, да, там, не хотите ли вы взять кредит, там, вот, мы готовы вам предоставить, вот, давайте вам по пониженной ставке. Да вы не поверите, они к физическим лицам с теми же самыми обращаются предложениями. Ну, я просто про бизнес, потому что, как бы, у нас есть проблемы на территории области с малым бизнесом конкретно. С малым бизнесом и даже со средним бизнесом есть проблемы, потому что количество налогоплательщиков реально, которые способны платить нормальные налоги и вести хороший нормальный бизнес, снижается. Поэтому все понятно, что происходит. Другое дело, вопрос, который вы задаете, он имеет серьезные основания, заставляет задуматься, а как ты будешь возвращать. Но люди редко задумываются, они думают, вот, сейчас возьму и поживу в квартире, вот, он на самом-то деле какое-то время, там, полгода или год, там, он ведь счастлив, он в своей квартире, вроде как в своей. Но мы знаем уже достаточно много примеров, когда эти квартиры, там, через год, через два, через три отбираются, потому что человек становится неспособным платить. Поэтому, господа, берите, конечно, покупайте, развивайтесь, зарабатывайте, не надейтесь на государство, при этом помните, что это кабала, с которой вы выберетесь, там, в соответствии с договором об ипотеке. Через 10-15, а кто-то, там, через 20 и больше лет. Азиас Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфор», в нашей студии с программой «Особое мнение». Мы вернемся после небольшой паузы. «Особое мнение» на 101FM Азиас Агаев, в нашей студии. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Ну, переходим, наверное, к кировским темам, хотя тема с ипотекой тоже связана там, да, конечно, что в Кирове тоже квартиру люди покупают, и тоже, кстати говоря, растет объем выдачи ипотеки. Комсомольская правда и многие другие СМИ нашего города подводят итоги двухлетия на посту губернатора, ну, так скажем, да, потому что сначала исполняющий обязанности, потом уже губернатор Игоря Васильева. Напомню, что в конце июля 2016 года он был назначен в наш регион, в сентябре состоялись выборы, если мне память не изменяет, и он стал... Пошел третий год. Да, да, вот теперь пошел третий год уже, да. Что можете сказать? Ну, вот смотрите, разные как бы есть, да, абсолютно публикации, есть те, где и проблемы обозначены, есть те, где достаточно радужно, это все хорошо. Видел, да, да, нормально, коллеги работают ваши и все анализируют. Я свою точку зрения по этому поводу как бы высказывал уже в прессе, поэтому я, собственно говоря, повторюсь. Для того, чтобы подвести итоги, нужно помимо результатов, ну, или помимо фактов каких-то там достижений или недостижений, еще и иметь перед собой план человека. То есть, чтобы понимать, какие цели ставили и какие достигли, какие нет. Почему они... Это бы упрощало жизнь, собственно говоря, всем, в том числе и самому губернатору, потому что, ну, всегда, на самом деле, мы, даже когда там стратегические составляем программы, мы всегда, да, в любой программе, тот, кто понимает, что такое стратегическое управление, там все время красной нитью проходит, что любая стратегическая программа, любая стратегия подлежит корректировке ежегодно, потому что меняются условия деятельности, а условия, они бесконечно, там, финансовые условия, там, ресурсные условия, там, ну, какие угодно, там, обстановка и так далее. Поэтому, когда мне говорят, что давайте подведем итоги, я могу сказать, что он не собирался ничего делать. Как это? Было много громких заявлений о наведении элементарного порядка. Подождите, мы с вами тоже можем поговорить и говорим в эфире, там, вот надо сделать вот так, вот так и вот так. Подождите, нету этого в плане. Мы видели единственный вот этот, так называемый, секретный финансовый план, который там через Вятский наблюдатель там появился. Исчез с сайта сначала, да, а потом был обнародован. Было обнародован. И по нему, да, вот этот план, он реализуется, видим, как бы, значит, за счет, как бы, финансов Кировской области, там, возвращается долг перед... Минфином федеральным. Минфином, да. Ну, видим, да, как это влияет на нашу жизнь, там, и так далее, и так далее. А как это влияет? Я вот, честно говоря, не понимаю, как влияет возвращение долга федеральному Минфину на мою жизнь. Ну, посмотрите, вы можете просто по сферам, там, ну, правда, тут у каждого может быть свое мнение, но, там, по факту, по сферам, там, да, там, качество образования падает, качество медобслуживания падает, там, количество, значит, квалифицированных рабочих мест. Вопрос не растет, скажем так, мягко, как бы, скажем. Ну, там, видим, да, дороги, например, там, вроде как больше строится, но я про качество дорог, ну, не специалист. Но про качество мы сейчас и не скажем, качество в следующем году будет понятно, какое было. Да, 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 не скажу, там, например, там, качество, например, государственного управления, с моей точки зрения, падает, там, количество, значит, там, хорошо или лучше, плохо администрируется, там, бизнес, например, ну, можем сказать, что не очень хорошо администрируется. Хорошие или плохие условия создают, ну, и так далее, и так далее, то есть, там, критериев, ведь, достаточно, просто, может быть, заинтересованным лицам, там, или журналистскому сообществу, там, не просто, конечно, ну, вот, давайте посмотрим, вот, лесная отрасль, там, и так далее, и так далее, значит, потому что по многим вещам, там, по лесной отрасли ситуация такая, что вопреки, как бы, потому что сначала ситуация была не очень хорошая в отношении тех, кто в лесу там. Ну, я помню, были жесткие заявления, насчет того, что сейчас мы тут всех разгоним. И не только заявления, а были действия, как бы, которые, ну, слава богу, что они привели к тому, что... Все разбежались. Да, что те, кто реально вкладывал деньги в экономику области, что они, ну, не опустили руки, но в том числе, здесь скажу, что, так сказать, тогда очень активно, как бы, за этих людей заступался амбутсмен Вавилов, так сказать, да? Андрей Николаевич. Андрей Николаевич, и который объяснял многим, как бы, что они делают, какие факты, ну, так далее, и так далее, чтобы не просто, не по-поговорки, не по-поговорки лес рубят, там, щепки там летят, и так далее. Поэтому, когда говорится, подведите итоги, ну, есть определенные факты, ну, может он себе приписать эти факты? Может. Ну, так можно, так это хорошо, что он не объявил, получается, свой план. Теперь все, что хорошего не происходит, можно сказать, что я сделал. Это очень удобно. Да, вот, ну, поэтому моя позиция такая, если ты не объявил, как бы, планы, программу и цели не обнарудовал, значит, ты не хотел ничего достигнуть. Но впереди еще несколько лет, вообще не поздно еще опубликовать план. Ну, конечно, третий год пошел, и если мы на четвертый год опубликуем, так сказать, план социально-экономического развития Кировской области с экономическим блоком, то, конечно, я буду рад. Ну, в конце концов, к финалу, там, срока губернаторского, по крайней мере, будет от чего отталкиваться, где ставить плюсик, а где ставить минус. Да, любой чиновник любит последней датой, как бы, выполнение своего плана ставить дату, когда его уже не будет. То есть я не удивлюсь, если они программу и план сделают, там, типа, 2025 год или 2030. А почему вы думаете, что Игоря Васильева здесь не будет в это время? Ну, предполагаю. Он пока вроде так активно готовит город и область к юбилею Кирова, к 2024 году, что есть ощущение, что он здесь собирается задержаться. Ну, давайте посмотрим, когда будет план. Давайте. Да, и потом мы с вами, ну, даст Бог, как бы, потому что человек предполагает, Бог располагает, мы с вами, может быть, так же вот посидим и обсудим в 2024 году, значит, или в 2025 году. Удалось ли добиться того? И вы мне будете говорить, значит, там, типа, давайте подведем итоги девятилетней работы, значит, губернатора Кировской области. Ну, давайте подведем. Хорошо. Ладно, подождите, Азин Савельевич. Ну, вот, кроме смеха и шуток, смотрите, все-таки, ну, вот одно, одно событие такое, которое было изначально со знаком минус, в плюс таки вывернули. Я имею в виду авиакомпанию «Победа». Сегодня в 11 часов здесь был первый зампред правительства Александра Чурин, который в эфире в прямом признался, да, уход «Победы» и расшаркивание такое с ней вот там и расплевались, и разошлись. Да, это была ошибка со стороны областного правительства. Это он сказал так, да, я, к сожалению, не слышал. Да, это он в эфире сказал, да, он сказал в эфире, что это была ошибка. Ну, хорошо. Не рассчитали, не просчитали. Победа вернулась, уже выложено расписание, ну, мы можем посмотреть, там, конечно, не видела я пока билетов по 500 рублей, и тем более там каких-то за один рубль, которые были на старте, когда «Победа» только заходила. Ну, там где-то они анонсируют по 499, они там анонсируют, закажите билеты на зиму, на зиму, и вы получите билет за 499, так сказать, рублей. Ну, можете там зайти на сайт, задать какие-то там даты, и, может быть, вы получите... Можно попытаться поискать. Пока основная масса все-таки билетов на Победу до Москвы 3-4 тысячи, но это все-таки там не 15, да, условно говоря, как некоторые наши эксперты летают, вынуждены летать, когда надо немедленно оказаться в столице. На самом деле так, это очень дорого, да. Я знаю, что большинство пересело на поезд, даже если не хотело, как бы. Ну, вот смотрите, министр транспорта Михаил Поршнев заявляет о том, что... Давайте так, давайте скажем, что Чурин молодец. Хорошо, Чурин молодец. Знаете почему? Не потому, что победа вернулась. Потому что ошибку признал? Потому что он признал, что это было ошибкой. Потому что человек, который признает свою ошибку, он в какой-то степени движется к мудрости. Не обязательно свою, может быть. Ну, он же член команды, как бы, да, в любом случае. Поэтому в этом смысле я, на самом деле, я такие вещи одобряю. Потому что у правительства есть еще целый ряд ошибок, которые бы надо было, надо бы признать. Потому что каждое признание ведет, конечно, в итоге к плюсу. Потому что ты диагностируешь, собственно говоря, свою управленческую систему, и потом она становится более эффективной. И вот это первый шаг. И поэтому я, как специалист по управлению экономики, я очень рад, на самом деле, вот такому выражению. И молодец, что Чурин взял на себя и сказал, что это было ошибкой. Хорошо. Вот. Теперь про Победу и Кировскую область, да, и про то, как ее возвращение скажется на нашей с вами жизни. Министр транспорта Михаил Поршнев говорит, что это все-таки больше социальная история, то есть направленная на жителей, прежде всего, которые могли бы летать дешево относительно. Но мы все понимаем, что стандартное такое, как бы, выверенное регулярное авиасообщение региона со столицами, это, конечно, история про инвесторов тоже. Вот вам как кажется, возвращение Победы каким-то образом оживит климат экономический Кировской области? Ну, как один из факторов положения. Насколько он важен? Вы знаете, инвестиционный климат, он же определяется не только там одним, двумя, тремя факторами, а целым рядом факторов. В принципе, его считают порядка по 30 как бы факторам. Это один из факторов, но слава богу, что есть фактор, который у нас сработал на плюс. Который будет в графе со знаком плюсик. Да, будет здорово. Ну, то есть скажется на инвестиционном климате, ну, конечно, в общем коэффициенте, который высчитывается в итоге, конечно, это будет с положительным знаком. Ну, конечно, скажется. То есть я не могу сказать, что вот да, вот то, что Победа вернулась для инвестиционного климата, это будет супер-пупер. Там есть целый ряд других вопросов, которые должны там сказываться. А в том числе и квалификация управленчатой команды губернатора. Надо тоже оценить. Инвесторы тоже оценивают. Как это они, интересно, оценивают? Ну, как они придут. Они же не видят, как работает. Они придут на встречу, поговорят, посмотрят на действия. Вы что, думаете, что инвестор как встретится, сразу деньги вкладывает? Он не один раз встречается. И после этого либо отказывается, значит, от вложения, либо как бы вкладывает. В том числе оценивает вот такие вещи. Поэтому там целый ряд факторов оценивается. Ну, вот видите, я ведь сказал, что, смотрите, признали ошибку. Молодцы. Молодцы. Это первый шаг. И инвестор на эти вещи тоже реально смотрит. Они, на самом деле, всю прессу изучают, прежде чем сюда прийти по-серьезному. Они, я особенно там иностранных инвесторов имею в виду, они прослушивают массу вот таких передач, как бы, прежде чем принять такое решение. И прислушиваются ко всему, что говорится. Не только тому, что говорят членам правительства, но и там целый ряд бизнесменов. Что публикуется, какие там результаты встреч, проверок и так далее. А, ну вот оно получается, почему критиковать-то не надо. То есть мы критикуем, а потом оказывается, что какие-то инвесторы в Кировскую область не приходят из-за этого. И потом Кировская область хуже живет. Ну, смотрите, они слушают, покритиковали. А потом, а какая была реакция? Выправляется ситуация или нет? Выправляется или нет? Потому что если тишина, это пугает инвестора. А если есть динамическое, как бы, положительное действие, это привлекает их. Потому что что-то тишина, это означает, что что-то скрывают. То есть фактически надо не только признавать ошибку, но делать это публично и говорить, что да, вот здесь были неправды, а сейчас исправил. Конечно. Ну вот исправили, как бы, пошли, значит, к победе на поклон. Молодцы. Сейчас еще про одну победу поговорим. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» в нашей студии. Вернемся через две минуты. Особое мнение на 101FM. 13.35. 10 минут остается до завершения программы «Особое мнение». Напоминаю, слушаем мы сейчас Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Еще одна тема, связанная со словом «Победа», «Парк Победы», развитие всей этой истории, которая как-то очень вяло идет, честно говоря. И в социальных сетях уже многие спрашивают, где же, собственно говоря, первые названные виновники. Потому что сколько ж можно-то, да, дело уголовное идет в отношении то ли неназванных, то ли неустановленных лиц, потенциальные фигуранты, кто в Кирове, кто не в Кирове. И люди пытаются понять, все-таки будет какая-то кровь чья-то прольется или нет. Ну нет, мы не настолько кровожадные, конечно. Мне нравится, мне нравится это понятие ваших коллег, там, неустановленные лица. Это не мое, это Следственный комитет. Ну, мне нравится, как они, можно такое слово, утребили, стебаются над... Да, пожалуйста, это литературное слово. Да, 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 да. Это хорошо. Ну, что, какие тут, что мы спрашиваем, чего нам надо? Азиз Алиевич, будут названы лица или не будут названы лица? Если да, то это какие будут лица? Ну, наверное, они будут названы рано или поздно, при любом варианте. При любом варианте будут названы. Но те, кого они уже допрашивают, это уже лица, как бы, так или иначе, вовлеченные в это дело. Ну вот, я со следкомом не разговаривал, но что публикуют журналисты, там целый ряд фамилий уже названы. Ну вот, ладно. Миронов, там, значит, Быков, кто там еще. Владимир Быков сейчас на отдыхе за пределами России. Ну вот, комментарии же дают. Надеется, что Следственный комитет поставит жирную точку в этом деле, говорит. Да. Ази Салич, все-таки, вот смотрите, история такая. Есть город, есть участок земли, принадлежащий городу. Этот участок земли продается за смешные деньги. Ну, передается за смешные деньги, да. Новому собственнику. Город теряет эти деньги. Сейчас уже опубликовано, что город потерял как минимум 9 миллионов рублей на эту историю. Участок, как я понимаю, будет возвращен. Кого накажут? Все-таки самого высокого руководителя? Я напомню, что главой города был как раз Владимир Быков в тот момент, да, когда окончательно эта история решалась. Или, ну, скажем так, сойдутся на лицах, которые подписывали бумаги? Ну, обычно сходятся на лицах, которые там подписывали бумаги. Но если Следственный комитет, ну, достаточно эффективно поработает, найдет там, кто влиял, как влиял, если вдруг они установят, что Быков так или иначе был заинтересован и влиял на этот процесс, значит, он тоже будет, я думаю, он тоже отвечать в этой ситуации. Несмотря на членство в Единой России и в высокий государственный пост. Ну, да, я думаю, что мы мало видели в России членов Единой России, там уровня Быкова, которые так или иначе, в конечном итоге, за совершенные преступления были осуждены. Вы думаете, у следствия есть намерение все-таки довести дело до конца, а не спустить на тормозах? Потому что СМИ пишут, что чем дольше не называются так называемые неустановленные лица, тем больше шансов, что замнут. Если речь идет о деле, я считаю, что если вообще подняли это дело, то так или иначе, наверняка, как говорит Быков, жирная точка будет поставлена. Просто непонятно, кто будет субъектом этой жирной точки в конечном итоге. Кого выставят крайним? Кого выставят в этой ситуации не то, что крайним, а... Виновным. Кто будет виновным? Да, и самое-то интересное в этой ситуации, что вот когда рассматривалось... Ведь прокуратура обращала на это внимание, помните, да? Самое интересное, что даже в этой ситуации, когда видно было сразу, что городу нанесен ущерб, суд, рассматривая это дело, подошел чисто формально. Вот по закону, вот есть решение Думы, есть решение. Все подписали, те, кто должен был подписать какую-то бумажку, все подписали. Есть там такая-то бумажка, есть такая-то бумажка. Понимаете, у нас вот эта ситуация, она привлекает внимание еще и к судебной системе, что судьи уже настолько привыкли рассматривать дела формально в отношении обычных граждан. Потому что когда приходишь в суд, первым делом суд что делает? Он формально смотрит, что там, как правило, так сказать. Не вникая там, вот по сути, то есть, как говорят, как правило, без внутреннего убеждения, что там, хотя он должен там, в соответствии с внутренним убеждением принимать решение, да? А вот такой формальный подход был применен и при рассмотрении этого дела, когда прокуратура заявляла протест. Понимаете, в отношении муниципального имущества. И я думаю, что товарищи из судебного сообщества, да, судейского сообщества, они должны точно провести у тебя, пусть секретные совещания по поводу того, что, господа, хватит дела рассматривать формально. Только рассмотрев формально, в этом деле можно было встать на сторону тех, на сторону тех, кто купил этот участок и не возвратить его городу. А вот следком получается. И, как говорят, ФСБ там, да? Настаивали и подошли неформально. Они посмотрели, что да, как вы говорите, нельзя продать участок за 300 тысяч, который потом продается за 130 миллионов. Ну, очевидная же вещь-то, господи. Но если его можно за 130 продать, так выставьте на аукцион, черт вас возьми. И пусть город получит дополнительные миллионы. Что за позор такой вообще? Пусть придут те, кто купит за реальные деньги. Конечно, и честно. И всем горожанам от этого будет хорошо. Да, и честно, и так далее. Да у нас много так делается в нашем обществе, господи. Азис Алис, еще хотел ваш комментарий спросить. Две минуты у нас остается. Все-таки вот для компании Кировспецмонтаж, которая является приобретателем этого участка уже за реальные деньги, который, как я понимаю, встрял достаточно серьезно, если можно использовать это слово, потому что участок, я так понимаю, у них отберут. Ну, посмотрим. Ну, так-то они как бы попали в эту ситуацию. Я не знаю, почему. Это серьезно, ведь для компании серьезные, большие. У меня такое впечатление, что Миронову отказало чувство, как это сказать, осторожности, что ли, как бы в этой ситуации. Потому что, ну, не знаю. Ну, понятно, что после того, как суд утвердил, что все было законно, наверное, у него ослабло чувство, как бы, осторожности. Но даже если суд это утвердил... Не один, не один суд. Да, да, но если даже суд это утвердил, ну, по совести, ты же понимаешь, что это неправильно. Может дать проблему. Да, вот поэтому, поэтому не знаю. Человек, который получает там звание почетного гражданина Кировской области, ну, с моей точки зрения, не должен был покупать эту землю. Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа». В нашей студии еще одна тема, мы успеваем ее. Издание «Тит Джорнл» составило рейтинг регионов России и определило, в каких из них чаще всего выявляются преступления экстремистской направленности. Вот, к сожалению, Кировская область попала в число лидеров этого печального списка. На восьмом месте наш регион находится. 30 было выявлено фактов в прошлом году и почти 170 за период с 2011 по 2017 годы. Вот вам как кажется, эта история с лидерством Кировской области в подобном списке, понятно, что это не самая хорошая история, но профилактировать эти вещи как-то можно? Да, я напоминаю, там преступления. Тут вопрос заключается в том, что, ну, я вот лично думаю, что есть часть дел, которые, в принципе, были для галочки, наверное, сделаны. В принципе. Ну, то есть это когда, вот я знаю, что бывают такие случаи, когда там кто-то слушает, например, там, ну, нравится ему там на арабском чего-то там, какую-то там, какую-то мелодию там, какие-то там, да, а человек арабского вообще не знает. И вот он понравился ему, скачал в себе в телефон. Содержание не понимает, а следователи потом находят. А следователи потом находят и вот, как бы, понимаете. Да. Полминутки у нас. Вот в основном люди, как мне кажется, которые совершают подобные преступления, совершают их по незнанию. Нужна какая-то профилактическая работа в школах, в вузах, еще где-то? Обязательно. 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 В этом смысле хорошие дела делают там у нас. Но просто почему-то власти на это внимание не обращают и не привлекают туда большее количество молодежи. Вот помните этот форум-то «Религия против терроризма»? Там очень часто об этих вещах говорят. Вот надо широко распространять этот опыт и привлекать людей, и рассказывать им, особенно молодежь. Ведь надо вести работу среди молодежи. Поэтому спасибо тем, кто организует вот этот форум «Религия против терроризма». И властям, и в том числе и милиции, и другим правоохранительным органам широко надо этим заниматься. Я благодарю Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» за его особое мнение. И напоминаю, что Азиз Агаев параллельно еще ведущий программы «Союз Нерушимы», где мы тоже там пытаемся заниматься профилактикой, в том числе и подобных вещей. Да, и профсветительской работой, конечно. Потому что мы каким-то образом слушателям нашим даем больше информации о людях разной национальности, хорошей информации. И религии. И религии. Спасибо. Азиз Агаев, программа «Особое мнение» на этом завершается. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM